Кто-то еще раз удостоверился в том, что он выбрал правильную будущую профессию, ну а кто-то действительно, наверное, будет заниматься чем-то другим. В рамках года детства в республике Саха-Якутия и года семи в России с 26 по 28 марта 2024 года в городе Якутске были проведены третьи открытые межрегиональные юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева. Чтения посвящены 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Земля героя Советского Союза Юрия Гагарина. Такие вот чтения, они воспитывают в детях патриотическое направление, патриотическое воспитание. И в рамках чтений также у нас планируется очень много встреч с космонавтом в школах, в дополнительных учреждениях. Дети представляют свои творческие проекты. Это космосфера, там значит у нас модели, макеты на космическую тематику и направление космические фантазии, где дети представляют прикладные творческие работы. Около 200 учащихся из общеобразовательных учреждений города Якутска прошли во второй этап научных чтений. На участие было подано почти тысяча заявок, но только 200 смогли пройти в самый главный и интересный этап. Участникам посчастливилось услышать лекции от ведущих специалистов и принять участие в мастер-классах по восьми космическим направлениям. Одним из направлений была выставка «Космоэкспо», где на космическую тематику были представлены работы детей со всей России. Я представляю грузовик «Катанеровоз», который предназначен для перевозки специальных космических оборудований. Там детали, там ракеты, ну вот в принципе и все. Это авианосец. Вообще принять участие решил, потому что фантазия у нас у всех развита хорошо. Авианосец, он может содержать на себе истребители, вертолеты, которые оборудованы разной бронебойной техникой, ракетами, которые могут сбивать другие самолеты вражеские. И сделан полностью из дерева, фанера, древесина, брусья. Это береза, липа. В отборочном этапе приняли участие около 700 школьников города Якутска. Москвы, Ханты-Мантийского автономного округа, Республики Башкортостан и других районов Якутии. Я представляю проект, ну то есть платье представляю. Мне очень нравится космонавтика и я очень люблю космодизайн. Я хотела бы стать модельером по космическим нарядам. Участники форума представили свои исследовательские, практически образовательные проекты по секциям. Например, основу дистанционного зондирования земной поверхности, айти-вселенной или же мы рисуем космос. Творческие работы оценивали федеральные эксперты, а многие из них даже отметили для себя несколько приглянувшихся работ. У нас ожидается работа, связанная с изучением антарктических пингвинов в Антарктиде. Это вот возможности космической съемки. Ребята сидят здесь, смотрят то, что находится около станции мирной на другой конце планеты. Видимо, будут ребята продолжать заниматься изучением последствий нашествия сибирского шелкопряда, поражения лесов, ареал, поражения площади. И я видел работу по лесовосстановлению после пожаров, природных пожаров в некоторых улосах республики. Ну а почетным гостем такого большого мероприятия стал российский летчик, который был приглашен организаторами специально для того, чтобы рассказать про космос от первого лица. В течение всех дней у многих появилась возможность лично пообщаться с космонавтом. На самом деле мы очень-очень давно хотели к вам сюда попасть, приехать, потому что для нас ваш регион это скорее, знаете, такой объем сказок, преданий, рассказов о том, как здесь здорово, как интересно. Поэтому я очень рад, что мы сюда приехали. Я очень надеюсь, что мы с большим количеством людей, живущих здесь, мы познакомимся, лично познакомимся. В рамках трехдневных чтений проходили различные лекции для учащихся школ, преподавателей вузов и активистов молодежных движений. Так, в Центре подготовки юнорамейцев Дом юноармии прошла встреча с самим космонавтом. Участие в ней приняли около 50 человек. Вот такие встречи вдохновляют ребят заниматься наукой, физикой. И ребята уже будут заявляться на следующих юношеских научных чтениях имени Королева. Мы обещаем, что наши юноармейцы в следующем году заявятся о себе в научно-практических конференции. Всероссийское движение принимают в подобном форуме впервые, но только в следующем году у них будет возможность принять участие в чтениях со своими личными проектами. На мероприятии у участников была возможность задать вопросы напрямую о космосе. Дети очень заинтересованы космосом, задают очень много интересующих вопросов. Андрей Иванович с радостью отвечает на них. Очень отрадно видит, что подрастающее поколение не забывает про советских наших космонавтов, по современную космонавтику и активно интересуется. Космонавт Андрей Борисенко рассказал юным патриотам, каково это быть в самом далеком от нас месте. Он уверен, что в будущем Якутия сможет подарить своих личных космонавтов. Андрей Иванович настолько понравился ребятам, что они еще долгое время не хотели его отпускать. Узнал много про космос. Он рассказал, как они занимались спортом, как у них проходили физические нагрузки, и как важно заниматься спортом в невесомости. Был такой миф, что когда космонавты приземляются на Землю, что им более трудно сделать первые шаги. Но это оказался миф. Возможно, у кого-то есть такое, что им делать первые шаги тяжело. Но на самом деле им более тяжело равновесие держать, так как они еще не перестроились к Земле. Как, на ваш взгляд, могут ли быть космонавты с нашей Якутии? Я думаю, они не просто могут быть, они обязательно будут. Рано или поздно, безусловно, якутские космонавты, ребята, которые родились здесь, на этой прекрасной Земле, полетят в космос. И я хочу пожелать, чтобы это было бы раньше. Ну а красивое завершение юношеских чтений состоялось во Дворце детского творчества, где лучших торжественно наградили призами и грамотами. На закрытии педагоги и почетные гости отметили победителей и их проекты. Из двухсот работ выделились лишь единицы. Ну а сама подготовка, как оказалось, для кого-то длилась целые месяцы. Так юный Давид получил особый приз от российского космонавта лично. Он вместе со своим руководителем из 29-й школы сделали особый проект. Вдохновился, как оказалось, он еще давно, когда посещал музей Московского авиационного института. Я пришел на сцену, я был вообще прям ошеломлен, прям стоял. А особо у меня лицо, прям не особо менялось, я стою такой. Я участвовал здесь, на Королевских чтениях, с проектом «Вклад моих земляков, проложивших дорогу к звездам». Мне стало интересно эта тема, прям вообще, типа понял, что это моя тема. Начал создавать, получается, свой проект. Мы собрали информацию, получается, о людях, которые внесли свой вклад в развитие космонавтики. Эти люди были из Нюрбы. Получается, моя родина Нюрба, и я собрал информацию о своих земляках. И получается, у меня в презентации, у меня там получается очень много информации о этих личностях. Также мы создали брошюру информационную, и с целью привлечения моих съездников мы сделали развивающую игру лото «Дорога в космос». Проектные идеи у участников были более социальными в этом году. Одно из направлений, которое полюбили многие, стало дистанционное зондирование Земли. У детей была возможность с помощью спутниковых съемок наблюдать за территорией республики при различных катастрофах. Космический мусор, опасность космического мусора. За эту тему я получила второе место и награду в размере суммарно трех тысяч, всякие книжные магазины, если я не ошибаюсь, и в консправ. И это является очень острой проблемой, так как если мы не избавимся от этой проблемы сейчас, то в будущем эта проблема настолько расширится, что мы не сможем запускать никакие технологии в принципе. Дети с каждым годом все сложнее и интереснее создают проекты, именно связанные с дистанционным зондированием Земли. Проект по несанкционированным свалкам. Дети с помощью снимков ищут на территории города Якутска свалки, где, допустим, с частного сектора сбрасывают и образуется небольшая свалка, которую видно с космоса. И дети на протяжении несколько, получается, годов именно снимков определяют там, что она растет. Когда-то ее убирали, где-то ее это. И потом передают уже информацию высшестоящие органы, чтобы как бы разобрались с этой свалкой. Тема космоса с каждым годом становится более интереснее для детей. В этот раз участники показали свою социальную заинтересованность и отмечали экологические проблемы. А приглашенные гости отметили важность таких чтений, так как это помогает определиться с будущим выбором профессии. Ну а на самом закрытии форума всех гостей порадовало выступление танцевального коллектива с лучшими номерами фестиваля «Звездная планета детства». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...